Работаю радиоонкологом в госпитале Святого Людовика в Париже. И тема моего доклада звучит как олигометастатическая стадия рака предстательной железы и, если более конкретно, роль лучевой терапии. Потенциальный конфликт интересов. Вначале я хотел бы обсудить с вами, что представляет собой олигометастатическая стадия рака предстательной железы. Классическое определение предполагает наличие менее пяти метастазов, которые выявляются при компьютерной томографии или сцинтеграфии костной системы. И, как показано на этом слайде, общая выживаемость таких пациентов существенно различается. Если мы сравним группы больных, имеющих менее пяти и более пяти метастазов, выживаемость существенно различается. Но мы можем также использовать в качестве критерия исключения наличие трех метастазов или даже одного метастаза, как это было сделано в недавно опубликованном исследовании. Но в целом наличие пяти метастазов и менее мы можем рассматривать как олигометастатическую стадию рака предстательной железы, но в некоторых публикациях используется меньшее количество метастазов в качестве критерия отсечения. Однако в конечном итоге все зависит от качества визуализации. В большинстве исследований проводятся либо синтеграфии, либо КТ костной системы. Но при применении ПЭТ, например, с холином или с ПСМА, количество выявленных метастазов будет меняться. Итак, какова же роль лучевой терапии при олигометастатической стадии рака предстательной железы? Этот метод можно применять для местного лечения, либо первичной опухоли, либо для лечения метастазов. Давайте обсудим местное лечение первичной опухоли. На самом деле существует биологическое обоснование применения местных методов лечения рака предстательной железы даже при наличии удаленных метастазов. Существует несколько путей метастазирования первичной опухоли, включая гематогенный и лимфогенный, а также механизмы, которые приводят к образованию удаленных метастазов и колонизации опухолевыми клетками костной ткани. При этом некоторые опухолевые клетки попадают в кровеносное русло и повторно обсеменяют первичный опухолевый очаг. Это связано с наличием благоприятных для пролиферации свойств микроокружения. В последующем из этого вторично обсемененного очага могут формироваться повторные метастазы. Таким образом, целью лечения первичного опухолевого очага является блокирование механизмов нового метастазирования и феномена повторного обсеменения первичного очага. Возвращаемся к клинике. Мы имеем результаты двух рандомизированных исследований, в которых изучалось влияние химиотерапии первичного опухолевого очага на метастатический процесс. В исследовании ХОРАД на основе выборки из около 500 пациентов проводилось сравнение результатов изолированной андроген-депривационной терапии и ее комбинации с облучением предстательной железы. Первичной конечной точкой служила общая выживаемость. При более подробном анализе исследуемых популяций пациентов мы увидим, что в большинстве случаев имелось большое количество метастазов более пяти, в двух третьих случаях. Среднее значение ПСА находилось в пределах от 125 до 149 нанограмм на миллилитр, и это означает, что речь идет о пациентах с опухолью большого объема. В исследовании ХОРАД не было продемонстрировано различие между изолированным применением андроген-депривационной терапии и ее комбинацией с облучением простаты. Однако анализ подгрупп продемонстрировал, что у пациентов, имевших небольшое количество метастазов, менее пяти, наблюдался положительный эффект лучевой терапии. Соотношение рисков составило 0,68, при отсутствии статистически достоверных различий речь шла лишь о данных тенденциях. Следующее исследование, которое я хотел вам показать, это исследование СтамПИД, третьей фазы, у пациентов с вновь выявленным гормоночувствительным раком предстательной железы стадии М1. Это было довольно большое исследование с количеством пациентов более тысячи, и после рандомизации им предлагалась либо андроген-депривационная терапия в комбинации с доцитокселом, либо данные комбинированные лечения с добавлением лучевой терапии предстательной железы. Было проанализировано две конечные точки исследования. Первая – это оценка эффективности и общая выживаемость в качестве основного критерия. И вторая конечная точка связана с оценкой активности опухолевого процесса или выживаемости без прогрессирования. Использовалось два режима лучевой терапии 36 Грей, поделенный на 6 фракций, или 55 Грей на 20 фракций. В соответствии с протоколом проводилось два разных анализа в подгруппах. Первый – на основе режимов лучевой терапии, а второй – на основе объемов опухолей с использованием критерия ЧАРТИД. Какие же результаты были получены? Глядя на всю популяцию пациентов при анализе общей выживаемости, не было получено различий между группой контроля и группой, получавших лучевую терапию. Однако было продемонстрировано значительное улучшение выживаемости без прогрессирования у пациентов, получавших лучевую терапию на область предстательной железы. При этом выживаемость без прогрессирования оценивалась на основании биохимического прогрессирования, клинического прогрессирования и анализа числа смертельных исходов. Но большую важность представлял тот факт, что при сравнении пациентов, имеющих небольшой объем опухоли в соответствии с критериями ЧАРТЭД на основании синтеграфии костной ткани и КТ. Это был заранее запланированный анализ. Было продемонстрировано не только преимущество в отношении выживаемости без прогрессирования, но также и в отношении общей выживаемости. Отношение рисков составило 0,68, аналогично значению, полученному в исследовании ХОРАД. Таким образом, в этом доказательном исследовании было продемонстрировано преимущество проведения лучевой терапии у пациентов с раком предстательной железы, имеющих небольшую опухоль с метастазами. Однако для опухоли большого объема ни в отношении выживаемости без прогрессирования, ни в отношении общей выживаемости не было показано преимуществ лучевой терапии предстательной железы. Итак, обобщая вышесказанное, мы можем сказать, что местное лечение предстательной железы на стадии М1 опухолевого процесса, лучевая терапия на область первичной опухоли увеличивает выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость, но лишь в случае опухоли небольшого объема, в соответствии с критериями ЧАРТЭД на основании результатов синтеграфии или компьютерной томографии. А теперь несколько слов о местном лечении олигометастазов. Олигометастазы представляют собой вариант отдаленных метастазов, и мы знаем, что они могут существенно различаться у разных пациентов. Например, у первого пациента, представленного здесь, все обнаруженные метастазы являются изолированными и расположенными компактно. В этом случае мы можем эффективно лечить эти олигометастазы. Но если мы будем лечить аналогичную метастазу второго пациента, фактически мы будем лишь оказывать влияние на вершину айсберга, и это не будет иметь никакого клинического эффекта. В настоящее время разработано несколько методов местного лечения метастазов, включая хирургию, стереотоксическую лучевую терапию, радиочастотную абляцию и криотерапию, которые могут помочь онкологу в лечении метастазов. Говоря о стереотоксической лучевой терапии, мы можем увидеть, что в настоящее время данное лечение может проводиться либо с помощью классического киберножа, что позволяет получать хорошие результаты, но также и с использованием классических ускорителей, оборудованных специальными устройствами для визуализации. В большом количестве ретроспективных исследований была продемонстрирована возможность применения стереотоксической лучевой терапии для лечения метастатического рака предстательной железы, и частота успеха лечения метастазов довольно высока и достигает 80-90%. В данной таблице обобщаются результаты этих исследований. Как мы видим, количество пациентов в подгруппах было невысоко, варьируя от 21 до 50. Режимы лучевой терапии также существенно различались, и проводилось лечение лишь костных метастазов. Частота успеха достигала 92-100%. Важно, что распространенность токсических реакций была невысока, и в большинстве исследований не было зарегистрировано токсических реакций третьей степени тяжести. На данном слайде представлен клинический случай лечения метастазов шейного отдела позвоночника с помощью стереотоксических методов. И, как мы видим, возможно применение очень высоких доз облучения, при этом в условиях сохранения окружающих тканей, прежде всего спинного мозга. Возвращаемся к клинике. А имеем ли мы результаты проспективных исследований? Да, существует исследование СТОМП, проведенное на специально отобранной группе больных. Эти пациенты получали местную терапию, и впоследствии у них развился биохимический рецидив. После развития рецидива была проведена ПЭТ-КТ с холином, и выявлено менее трех метастазов. Фактически, речь идет об олигометастатическом рецидиве. Все эти метастазы выявлялись либо в костной ткани, либо в лимфоузлах. При этом клинические симптомы отсутствовали. Пациенты были рандомизированы на две группы. Группа наблюдения и группу, в которой проводилось местное лечение, прежде всего стереотоксическая лучевая терапия. По исследованию, в течение трех лет было включено 62 пациента, и мы увидели, что в этой популяции мы можем отсрочить начало андроген-депривационной терапии с 13 месяцев до 21 месяца в экспериментальной группе при наличии метастазов. Насколько важны эти результаты? Я предлагаю вам самостоятельно ответить на этот вопрос. Следующее исследование, которое я хочу вам показать, называется COMET. Это рандомизированное исследование второй фазы, результаты которого были опубликованы летом этого года. Исследование проводилось на пациентах, имеющих олигометастатический процесс, и количество метастазов не превышало 5. При наличии показаний к проведению стереотоксической лучевой терапии, в качестве первичной и конечной точки были выбраны показатели общей выживаемости. В этом исследовании получены положительные результаты. Это означает, что при лечении метастазов удается значительно увеличить общую выживаемость, как показано на данном графике. Однако, если мы посмотрим на характеристики подгрупп в данном исследовании, мы увидим, что анализировались пациенты, имеющие первичную опухоль в различных локализации, включая рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого и рак предстательной железы. Но, как мы видим, существовал некоторый дисбаланс между подгруппами. В группе, получавшей стереотоксическое лечение, чаще был представлен именно рак предстательной железы. Но мы знаем, что общая выживаемость при метастатической форме рака гораздо лучше при раке предстательной железы, чем, например, при раке легкого или колоректальном раке. И из-за этого дисбаланса, строго говоря, исследование Комет не дотягивает до первого уровня доказательности. И в нем так и не удалось продемонстрировать эффект лечения удаленных метастазов на выживаемость. Для оценки влияния стереотоксического лечения на выживаемость пациентов при олигометастатической стадии рака необходимо проведение новых исследований. Помимо эскалации местного лечения, возможно также интенсификация системной химиотерапии, особенно с применением гормональных препаратов нового поколения. Было проведено довольно много интересных исследований с новыми препаратами, такими как абиротерон, энзолутамид и аполутамид. Но эти препараты будут обсуждаться в другом докладе. Однако я хотел бы подчеркнуть, что эти препараты могут играть определенную роль в том числе в лечении пациентов, имеющих опухоли малого объема. В частности, абиротерон можно означать таким пациентом. И как мы видим на данном графике, этот препарат позволяет улучшить выживаемость пациентов, имеющих опухоль небольшого объема. Итак, заключение. Для пациентов, имеющих олигометастатическую форму рака предстательной железы, было продемонстрировано, что лучевая терапия на первичную опухоль в очаг позволяет улучшить выживаемость. И в настоящее время, благодаря исследованиям, в которых изучались новые препараты, стандартной терапией в настоящее время является андрогендепривационная терапия в комбинации с новыми гормональными препаратами, а также облучение предстательной железы. Однако в отношении удаленных метастазов так и не было продемонстрировано доказательных данных о том, что лечение этих метастазов позволяет улучшить общую выживаемость. Данный метод лечения является одним из вариантов общей терапии, и решение должно приниматься на индивидуальном уровне. На этом позвольте поблагодарить вас за внимание.